Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. И это напоминалочка для тех, кто вдруг забыл, что у нас началась GTA Online Черная Пятница. Она у нас продлится с сегодняшнего дня по 28, то есть у нас имеется целых 3 дня на то, чтобы закупиться тем, что вы хотели когда-то прикупить, но не хотели покупать по фулл прайсу. Ну и начнем, я думаю, мы с не самых лучших представителей данного развлекалого. А это у нас Букинхэм Люксор Делюкс, который стоит каких-то 6 миллионов баксов и немножко дешевле версия Букинхэм Люксор. Да, это самолеты, на них можно летать, соответственно, быстро перемещаться. Первое, будет вызываться он только через Пегасус. Да, можно его, конечно, попытаться загнать в ангар, но какой толк от этого самолета, если вы можете вызвать какую-нибудь гидру, которая будет на порядок дешевле стоить, у которой функционал гораздо больше. Можно перемещаться толпой, прикупите другой самолет, можно купить вертолет, по крайней мере. Можно купить тот же самый Бузер, который будет, в принципе, иметь неплохую скорость. Опять же, имеет вооружение и гораздо-гораздо лучше, чем все это дело. Далее, Букинхэм, Свифт Делюкс и Букинхэм Свифт. Опять же, Делюксовская версия чуть-чуть дороже, чем обычная. И опять же, данный вертолет не советуется к покупке. Был уже приведен пример в виде Бузерда, взяли, купили. Он даже без скидок гораздо шире, чем Делюксовая версия этого вертолета. Далее, топ ненужных покупок, это у нас скидочка на Супер Яхту. Черная пятница, куда же без яхты. Первое, это скидка 50% на сами яхты, если вы вдруг не в курсе, то их несколько модификаций. Во-вторых, на улучшение яхты, если вдруг у вас была яхта поменьше и вы хотите себе яхту побольше, на это имеется скидка в 50%. Ну и на сами модификации яхты, фитинги, освещение и прочее подобное, на это все имеется скидка в 50%. Если у вас вдруг была яхта и вы хотите ее приобрести, обязательно сделайте это. Если у вас вдруг еще не было яхты, то лучше не покупайте. Вы сольете, ну грубо говоря, 5-6 миллионов баксов на этой неделе, даже с учетом 50% скидки. Да, конечно, сразу же говорю в комментариях, возможно, появятся люди, которые скажут. Надо сделать в GTA Online все, в том числе и прикупить яхту. И да, я с ними соглашусь, но это надо делать тогда, когда у тебя на счету как минимум лямов так 20. Когда у тебя денег мало, не советуется к покупке. Ну и последняя, в какой-то степени ненужная скидка на Черную Пятницу, это скидка 50% на декорации в пентхаус казино. Вот скидка была бы на пентхаус казино, скидка бы на модификации пентхауса казино, вот это бы я одобрил. А вот на декорации полная херня. Ну и давайте же перейдем к чему-нибудь более сладенькому, на что можно будет попускать слюни. И первыми у нас пойдут тачки из-за этого обновления. Скидка 50% на Pegasitara Rekso за 1 миллион 734 тысячи бакса. Скидка 40% на Benefactor SM722. И на этой неделе данное приблуду вам обойдется в 1 миллион 269 тысяч баксов. И скидка 40% на Benefactor LM87 за 1 миллион 749 тысяч баксов. Это у нас был обычный транспорт, сейчас же пойдет военный. И первый у нас идет Mammoth Avenger, который в черную пятницу будет продаваться со скидкой в 50%. Вещь, честно говоря, нужная, потому что можно ПКП использовать как гараж, чтобы еще иметь одно дополнительное место. А вот, например, Avenger используют как транспорт для передвижения и место, где вы сможете модифицировать транспортные средства и свои стволы до версии МК-2 и там же, соответственно, их прокачивать. Следующий старичок это у нас Import Ruiner 2000 со скидкой в 40%. Если у вас открыта оптовая цена, как у меня, то вы ее сможете приобрести на черной пятнице за 2 миллиона 592 тысячи бакса. Плюсы покупки данного развлекалова. То, что вы сможете открыть специальное задание у босса организации и тем самым вы сможете нагибать опрессорщиков. Если вдруг вы еще не в курсе данной темы, то возьмите просто прогуливайтесь, я не буду уж тут конкретно так уточнять. Следующий у нас пойдет Pegasi Opressor MK2. Конечно же, это же Черная Пятница и Черная Пятница без опрессора это не Черная Пятница без опрессора. Если у вас открыта оптовая цена, то в Черную Пятницу вы сможете его приобрести за 1 миллион 462 с половиной тысячи баксов. Следующий у нас старший братишка, опрессора MK2, то есть просто опрессор, за 1 миллион 325 тысяч баксов. Это с учетом скидки в 50% и с учетом оптовой цены. Так что если у вас данная приблуда открыта, купите данный мотоцикл, потому что опрессор MK2 не всегда бывает доступен. Опрессор же все-таки более доступный, потому что и вызывается по джопу и не имеет КД. Так что я считаю, что его стоит прикупить, по крайней мере на Черной Пятнице. Следующая скидка в 50% на Huawei Чернобок. Его нынешняя цена с учетом оптовой цены и скидок 1 миллион 245 тысяч баксов. Честно говоря, такой аппарат прикупить за такие смешные деньги, ну это просто шедевр. Я советую прикупить и один жирный плюс данного аппарата это широкий радиус наводки. Возможно вы даже не сможете увидеть цель, но вы сможете ее уничтожить. Из минусов. В идеале нужен второй пилот и то, что она держит только одно попадание ракеты. Но если вы каким-то чудом пропустите какой-нибудь самолет, это уже, ребятки, будут ваши проблемы, потому что данная херня спокойно все сбивает. Следующая импонте де люкса. С учетом оптовой цены и с учетом скидки в 50% 1 миллион 775 тысяч баксов. Баксов. Аппарат охрененный. Когда-то был капец каким популярным и имелся практически у всех. Но когда появился опрессором К2, он его немножко подвинул. Это, конечно, плохо, потому что, в принципе, машина хорошая. Я думаю, если вы проходили судный день, вы оценили все его преимущества и, возможно, прикупите на этой неделе. Обязательно, конечно же, советую, потому что это что-то в виде опрессора. Летает, конечно, чуть медленнее, но можно передвигаться вдвоем. Далее, скидка 50% на Declays Scrumjet. Его нынешняя цена с учетом оптовой и с учетом скидки равна 1 миллион 740 тысяч баксов. Сразу скажу, на этой неделе у вас есть шанс получить оптовую цену, потому что разблокирована автоколонна ремикс. Ваша задача победить в автоколонне ремикс и тем самым вы откроете оптовую цену на Declays Scrumjet и сможете его прикупить за смешные 1 миллион 740 тысяч баксов. Во-первых, на этой херне можно поугарать. Во-вторых, можно даже попытаться понагибать опрессорщиков, если вдруг они вам надоели. Следующая скидка 50% на Pegasi Tereador. Его нынешняя цена 1 миллион 830 тысяч баксов. Я думаю, уже все знакомы с этим аппаратом, представлять его бессмысленно. Советуется к покупке, имеет ускорение, имеет наводные ракеты и это транспорт Amphibia. Ну и последняя скидка черной пятницы это скидка 50% на RO-86 Alconos. Его нынешняя цена с учетом оптовой 1 миллион 631 тысяча баксов. Честно говоря, если бы этот аппарат я покупал бы на обзор по этой цене, возможно, я бы его там не засрал. А так, вещь в какой-то степени, конечно, грубо говоря, ненужная, потому что он имеет, конечно, технологию стелса. Это прикольно, вы пропадаете с карты. Но, блин, такую огромную тень довольно-таки сложно пропустить. Повоевать в воздухе у вас ни с кем не получится, потому что, ну, камон, как вы представляете, что вы будете биться с каким-нибудь лазером? Сбрасывать бомбы. Честно говоря, бомбы в GTA Online это малоэффективное оружие, потому что сколько я не пытался, сколько я не пробовал, довольно-таки сложно кого-то убить, не считая ботов. Ну что ж, дорогие зрители, вот у нас и все скидочки. Честно говоря, я уже где-то второй год подряд жду скидки на Vigilant. Я не знаю, почему она не появляется от слова совсем, возможно, я, конечно, каким-то чудом пропустил эту скидку, хотя с учетом того, что я каждую неделю выпускаю ролики о скидках. Ну что ж, дорогие зрители, я вам рассказал о черной пятнице, опять же, не забудьте, до 28 числа у вас есть шанс всем этим закупиться по данным ценам. Но, опять же, если у вас еще и открыты оптовые цены. А у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, а ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал, не забудь поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.